Ключевая разгрузка – универсальный способ лечения всех болезней и решения всех вопросов. Первые пять дней вы делаете ключевую разгрузку, потом переходите на синхрогимнастику, пять минут в день по одной минуте, потом переходите на дробную синхрогимнастику. В конечном счете за короткие курсы вы научаетесь не только сбрасывать стресс, но и переводить энергию любого стресса, с чем вы встречаетесь, с любой неожиданностью, соревнования, выступления, рисования, играния на фотопьянах и так далее, вы переводите в дополнительный источник энергии. Энергии будет море после ключевой разгрузки, энергии будет море, и поэтому в начале ключевой разгрузки, если у вас стресс, вы делаете повторяемые действия, те, которые вам нравятся, вы делаете, делаете, переживаете, переживаете, переживаете на фоне этих повторяемых движений, а потом вы вдруг замечаете, там через пять минут или десять минут, вы замечаете, что вам уже ничего такое плохое в голову и не лезет. И тогда вы начинаете мечтать, начинаете мечтать о том, что вы хотите сделать, куда вы потратите это море энергии, которое у вас появится буквально через несколько дней. И вот тогда у вас происходит такое, что в нейросетях мозга все становится на свои места, становится все органично, те вопросы, которые вы не могли решить, начинают решаться, те отношения, которые вы хотели улучшить, начинают улучшаться. Вы даже и сами удивляетесь, почему это у вас все происходит так, естественно, органично. И почему все так не делают? Да потому что они не знают. Потому что только в нашей школе хомофутурус, наша школа, наше будущее. Вот сейчас я рисую как раз-таки для школы хомофутурус, ну, подругу или сестру или любимую нашего хомофутуруса. Вот я рисую. Но я в таком виде, потому что я мастер, я обучаю человека свободе, я обучаю его раскрепощаться, потому что раскрепощаться с помощью разгрузки, с помощью синхрогимнастики, дробной синхрогимнастики по секунде потом, а потом и по своей воле захотел и стало хорошо. Стало хорошо. Я этому обучаю. Почему повторяемые движения во время ключевой разгрузки снимают лишнее напряжение? Почему они воспитывают вас, снимают лишнее напряжение в любой момент потом, в любой работе, перед любой деятельностью? Почему? Потому что повторяемые действия по природным законам снимают напряжение. Поэтому пошла жвачка, поэтому качает ногой человек, поэтому постукивают пальцами, чешут голову и так далее. Но некоторые люди прямо залипают. У кого такая нервная организация очень тонкая, они прямо залипают в свои какие-то повторяемые движения. Они там могут даже болеть, они там постоянно моют чашку, перемывают, или постоянно принимают душ, все время что-то умывают, что-то моют, или стирают все, чтобы отстирать, отстирать, отстирать. У них прямо навязчивость. И повторяемые мотивчики тоже навязчивость. Но поэты тоже делают это, навязчивость у них. Вот такое вот состояние, когда какой-то слог повторяется, повторяется, и Маяковский говорил, во мне рождается гул, я на этот гул манизываю, как бусиньки слова, и получается стихотворение. То есть вот это повторяемое движение вообще-то, оно снимает напряжение. Но чтобы вы не залипали ни в какие повторяемые движения в жизни, чтобы у вас не было никаких болезней, чтобы вы могли спокойно чувствовать себя легко и уверенно во всех обстоятельствах, и были здоровы и счастливы, вам надо начать с ключевой разгрузки, потому что это повторяемое движение, которое снимает напряжение. Снимает напряжение, вы восстанавливаетесь, становитесь целостными, здоровыми. Ну, здоровье есть целостность. Да, вот я вам сейчас ее и дорисую. Дорисую, друзья. К нам в школу Homo Futurus. Наша школа, наше будущее.